В первой схватке попался парень с Тернополя. Он тоже очень сильный борец. Он был призером мира Андрей Парюх. Он был призером мира. И настраивался на него серьезно. Так получилось, что я провел быстрее прием и выиграл досрочно. Вторая схватка, я был в финале с борцом с Грузией. По Грузии я скажу, что у них в крови борьба. И недооценивать любого борца с Грузией. Потому что он борется, у них там семейная, традиционная. Я был в Грузии, и они очень горят борьбой. То есть тоже было тяжело. Плюс неудобно, он был маленького роста. Очень сильный. И тоже чуть-чуть выдержки. И обманное движение привело к победе. Бросок с колен. И первый, и второй бросок с колен. Обоев с обманного движения. Очень часто выигрываете этим броском с колен. Это какой-то любимый ваш прием? Ну, это не сказать, что любимый прием. Но получается, правильно подготовивший. И, можно сказать, удобный для выполнения. Ну и, конечно, я скажу, что соперники все попадаются именно на этот прием. Ну, это не самый любимый прием. Любимый прием – это красивый бросок. Вот когда красивый бросок, тогда люди радуются, мне приятно. И тогда наслаждаюсь борьбой. Какие ощущения, когда боретесь на домашнем татаме? Какая у вас группа поддержки сегодня? Кто за вас болеет? И есть ли дополнительное волнение в связи с тем, что вы дома боретесь или нет? Ну, конечно, конечно, много друзей, товарищей борются. Плюс еще, как бы, все говорят, призер Европы, призер мира, Виталик. Мы на тебя смотрим. И поэтому ответственность большая. Хочется держать уровень, мастерство повышать. А насчет близких, близкие дома будут смотреть по телевизору. Они тут меня чересчур волнуют. Они не могут реагировать спокойно. И поэтому чуть-чуть ограничиваются в присутствии. Какой ваш личный план на этот сезон? Будут ли у вас чемпионаты Европы, мира? Как вы планируете на эти турниры поехать? Как планируете отбороться? Чемпионат Европы планирую. По своим срокам готовлюсь к чемпионату Европы. Но самая задача идет, планы в планы ходят. Чемпионат мира. Чемпионат мира и в Италии. И там больше времени подготовки. И я думаю, что именно чемпионат мира, скорее всего, чемпионат Европы может быть как один этап. Будет подготовка к чемпионату мира. А почему именно чемпионат мира главный старт для вас? Это связано с тем, что вы никак не можете золотую медаль на чемпионате мира выиграть. Вы очень близки всегда к этому первому месту. Но не получается. Ну, скажу, как бы не моя подготовка. А чуть-чуть, можно сказать, звездная болезнь. Уже думает, это один последний шаг. И, как обычно, расслабляюсь. И не дорабатываю или какие-то делаю ошибки. Но обычно на таких уровнях, как чемпионат Европы мира, там нету плохих борцов. Там любая ошибка, любая провокация, ты проиграл. Поэтому сейчас убрать лишние движения. И показать класс, красивый класс, достойный, чтобы болельщики, родные все болели за красивую борьбу, за нашу Дниппетровск.